Отопительный сезон в этом году начался раньше обычного. Городские власти не стали дожидаться, когда столбик термометра установится на отметке 8 градусов. В первую очередь отапливать стали здания с круглосуточным пребыванием людей. Вольницы, дома престарелых, детские дома. Спустя неделю с начала отопительного сезона теплом в Самаре обеспечивается более 8,5 тысяч многоквартирных домов. Это практически 90% от общего числа. Глава Самары Елена Лапушкина на совещании в мэрии потребовала от ресурсоснабжающих компаний, чтобы в ближайшие дни батареи потеплели во всех многоквартирных домах города. Что касается порывов, все обращения жителей сразу же берут в работу. В этом году мы стартовали чуть раньше, чем официально был объявлен отопительный сезон. Безусловно, у нас уже подключена вся социальная сфера. Смотрим те обращения, которые поступают к нам на горячую линию в департаме, те обращения, которые поступают в единую диспетчерскую службу, но, безусловно, те обращения, которые поступают в соцсети. Практически уже приступили к их адресной отработке. Да, у нас есть порывы в домах запущенных, дома запустили, тепло получили, но потом произошел порыв. Таких у нас 38 домов. Я бы просил бы сегодня, разобрались все же с повреждениями, теми, которые есть. Не просто это ПТС, это тот, этот другой, а конкретно разобрались и что мы, какие меры принимаем. Подключением домов к теплу занимаются ресурсоснабжающие организации. Если дом подключен, но в отдельных квартирах батареи остаются холодными, нужно обращаться в управляющую компанию. Ее сотрудники должны спустить застоявшуюся в трубах воду, прочистить стояки. В случае бездействия управляющей компании нужно обращаться в районную администрацию. В Самаре работает горячая линия, по телефонам которой жители могут обращаться по вопросам отопления в департамент городского хозяйства и экологии. Все обращения будут контролироваться до полного разрешения ситуации. Виктория Шара и Николай Епифанов. События.